Дроны Такие дроны точно не причинят вреда. Мягкие и безопасные ежики, которые, кстати, делают в Алтайском крае, могут запускать даже школьники. С октября Политех в рамках гранта Движения Первых реализует марафон научного творчества инженера первых. Его суть в том, что преподаватели и студенты выезжают в районы края, проводят там тренинги для школьников в полете и электроника первых. Дети учатся конструировать дроны, затем тренируются летать в виртуальной среде и, наконец, сами запускают летательный аппарат. Нас сюда позволили просто показать, как это все происходит. Я просто до этого основу компьютеры разбирал, а тут поинтереснее, чем там. Мне нравятся конструкторы с самого детства. И то есть мне нравится разбираться, всяких таких вот штучек закручивать. Как бы для меня это просто интересно, но я задумалась пойти на летчика. А это уже Заринск. Здесь у ребят тоже появилась возможность впервые подержать дрон в руках и даже запустить его. Преподаватели политеха также выезжали уже в Бийск, Шипунова, Завьялова. В конце ноября полетать на Коптере смогут школьники Павловска. Для них это не только развлечение, но и реальная профориентация. Наши ребята рассказывают вообще о концепции применения дронов, рассказывают про наш алтайский край и его особенности, что у нас большая протяженность дорог, что нужно контролировать эти дороги, что у нас много сельхозугодий, которые можно и обрабатывать с помощью коптеров больших. Все это интересно и расширяет их кругозор. Ведь кто-то хочет пойти в конструирование, а кто-то хочет пойти в такой практический аспект, когда уже идет использование дронов. Кстати, в следующем учебном году в политехе откроют новое направление подготовки для выпускников 9 класса, техническое обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов. Возможно, среди этих школьников тоже уже есть будущие профессиональные пилоты. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.